В Славянском районе есть много крупных предприятий, но большой пласт экономического пространства муниципалитета занимают и предприятия небольшие, так называемый малый бизнес. Отрадно, что в этом секторе развивается не только торговля, но и производство. На одном из таких небольших, но уверенных в себе предприятий побывали и наши корреспонденты. Сиркулярный апелак сквозь мягкое масло проходит сквозь дерево. В руках умельцев из станицы Петровской обычный лес превращается в настоящее произведение столярного мастерства. Анатолий Сапилкин около 10 лет назад взял под свое крыло старую колхозную базу и постарался приложить все усилия, чтобы сохранить останавливающуюся тогда столярную мастерскую. Удалось восстановить производство, которое существовало еще при бывшем колхозе Родина. Очень тяжело со специалистами, которые умеют работать и что-то делать. Молодежь сейчас не очень идет хорошо учиться исчезающим профессиям, а все изделия, которые изготавливаются для населения и быта, они постоянно востребованы. Конкуренции у столярной мастерской Анатолия Ивановича по производству дверных блоков, окон и предметов быта из массива дерева на территории поселения нет. Потому хоть массовых заказов и нет, но и на индивидуальных предприятиях удается достойно существовать. А это значит, что у работников мастерской есть постоянная работа и достаточный заработок. Штат мастерской невелик, три столяра и несколько разнорабочих. Но к своему делу каждый здесь относится с душой, ведь и профессия, и сама работа всех устраивает. В колледж не оставалось выбора, как пойти на саночника. И не зря. Все-таки вот эта профессия меня кормит, и я думаю, в дальнейшем еще много будет кормить. Пока есть в России у нас лес. Роман Кайнарян в мастерской работает с самого ее основания. Таких специалистов-ремесленников с профессиональным образованием сейчас мало. И потому каждый умелый столер на вес золота, считает руководитель предприятия. Последние годы работать стало тяжело, сказывается кризис. Но сохранить штат в Петровской столярке считают делом чести. Если работать, стараться и думать наперед, что это возможно нужно, то, конечно, все получится. Главное – старание и стремление вперед не стоят на месте. Должно быть продвижение. Это кредо такого. Если остановиться, значит все заново. Есть трудности, но их нужно преодолевать. Чтобы малое производственное предприятие сегодня имело жизнь, необходимо подспорье. Для Петровской столярной мастерской таковым является магазин стройматериалов, а еще небольшой сварочный цех. Так все вместе, так сказать, единым фронтом, успешно живет и приносит доход себе и казне поселения небольшое, но стабильное производство. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова